Всем доброго времени суток! На счету уже 10 юбилейная серия Мэнхант, Охотник на Человека. Ну и, соответственно, 10 эпизод. Начнем. Эпизод называется Кладбищенская смена. Время для немного времени. Добавь свой путь через факторию. Возвращение кладбищенская смена ваша единственная штука. Я уже подумал, что мне нужно от первого лица оттуда пробраться. Так, вот этого я уже, народ, честно говоря, не помню, когда проходил сам. Ведь я эту игру полностью не проходил. Ни на прохождении давнешнем, ни вообще, когда в детстве играл. Поэтому для меня это самого что-то новенькое. Давайте посмотрим, что у нас тут. Значит, запишу максимум, скорее всего, минут на 30, потому что у меня осталось на диске D всего там 20 с чем-то гигабайт. Видео тоже будет весить где-то гигабайт 15 в среднем. Поэтому лучше сильно его не тянуть. Так, ага, сразу видим, правда, я вот честно, я не помню, я не помню эту миссию, эту задание, эпизод, я не помню. Поэтому для меня это, разумеется, тоже что-то новенькое. Надеюсь, что мы справимся с вами с этой миссией. Так, он идет вообще сюда. Так, давайте отходить. Так, ага, вот он, чувак. Как говорится, не будем спешить. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Я уже в какой-то там серии, то ли в пятой, то ли я не помню в какой. Спешил, спешил и в итоге проигрывал много. Так, он сейчас уходит. Да, на полетельце мы создаем помехи. А у нас нет уже чем этого, чем убить нету предмета. Ужас. Нам убить-то только дробовиком, если у нас только дробовик есть. Если мы в него стрелем с дробовика, то мы привлечем внимание. Капец, нужно, короче, искать что-то искать. Какую-то вещь, чтобы его убить скрытно. Разумеется, с рук, с обрезом мы это не сделаем. Нужно искать какие-то предметы. Хотя бы даже, ну, искать под какими-то предметами я не имел в виду аптечку. Но она тоже дает дорогу, пригодится. Так, надеюсь, хоть эта юбилейная серия получится неплохой. Без сильных фейлов. Блин, ну я пока, честно... Ну да, без фейлов, конечно, без фейлов. Тут еще три. Короче... Короче, я понял. Этих придется убивать, видимо, с дробовика. Да, я лоханулся. Ладно. Я понял, народ. Видимо, нам не зря дали здесь дробовик. Скорее всего, не зря. Да, не зря нам дали дробовик. Сука. Кто-то прицеливался. Скотина, блин. Взял и чуть не убил. Ладно, благо, у меня есть аптечка здесь. И там еще одна аптечка есть. Капец, вы посмотрите. Ну, как я понимаю, вообще с обреза убиваются быстро враги. То есть с одного выстрела. Если еще не с такой далекой дистанции стрелять. А вот меня они убивают где-то с двух выстрелов, примерно. Если у меня полное хп. Короче, как-то так. Ну да, тут по-любому их убивать. Только с дробовика. Потому что тут вообще нету никаких предметов ближнего боя оружия. Народ, вы не обращайте внимания. Иногда будут отвлекаться в телефон. Нужно обновляться. Долго объяснить. Так, и там у нас контрольная точка. Но до нее еще надо дойти как-то. Все, все с обнестрелом. Все подлятся обнестрелом. Это ужас, конечно. Народ, это ужас полный. Ну да. Тут вообще нету оружия ближнего боя. Что это сейчас было, блядь? Комуха. Ё-моё. Я уже испугался, честно. Чертный. Блядь, перезарядка. Он же с авто прицеливался. Скотина. Короче, еще один раз. И я буду это проматывать. Ведь не получается. Юбилейная серия у нас. Видите, долбоев я. Не умею играть, блядь. Тут еще нету толком скрытых мест нормальных. Нет. А, вот пробел. Пробел. Пробел нужно нажимать. Я забыл. Я что-то по привычке нажимаю на Q. Ну, типа, в GTA 5, в GTA 4, в RDR. Там, чтобы скрыться на Q. Я уже по привычке на Q. А тут, чтобы скрыться, нужно нажимать, блядь, на пробел. Я путаю по этому. Ладно, сейчас все быстренько мы преодолеем. Ну, вот еще три забежал. Мудачья. Раз. Два. Сука. Берем хрень. Все, что ли? По-моему, да. Тут еще одна аптечка. Блин, вы гляньте, народ. Блин, еще один латачок. Ужас какой-то. Реально ужас. Серьезно. Ха, капец. Я уже второй раз, два раза проиграл. Перезарядимся. Соберем боеприпасики. Так, тут у нас есть с вами рычаг. Надо провел нажать. Ну, вот первый чекпоинт. Для работы, хорошо, сделай на фойе. Так, сейчас, народ, секундочку. Это секундочку одну, сейчас. Так, прошу прощения. Все, продолжим. Это всего заняло секунд пять, на самом деле. Так, туда мы с вами не пройдем. Туда нам, наверное, и не надо. Я отчитался, я что-то не дочитал цель задания. Ну, ладно, потом по ходу поймел уже. Так, вот контрольная точка. Тут какая-то машина еще стоит. Еще обезболивающий. То есть уже два. Там обезболивающий, а то и тут еще обезболивающий. Еще с той стороны. Три обезболивающий. Ах ты, скотина. Тут все, короче... А, не все. Не все, вы посмотрите, не все. Ты стреляй, блядь, дебил. Ладно, контрольная точка тут все равно. Да, играть, конечно, я вообще... Ну, тут понятно. Тут я не проходил даже никогда сам. Если там хотя бы я хоть что-то помню. Хоть какие-то у меня остаточные воспоминания о том задании. То здесь вообще ничего не помню. Вот хоть убейте, я вообще ничего не помню. Блядь, иди! Отлично, все. А, менять надо? Менять дубинку на... Да ну нафиг, я, конечно, дробаш возьму. Зачем мне дубинка? Я за ней вернусь потом. Когда у меня патроны закончатся. Капец. Вообще, вот сделали реально дебилизм, народ, согласитесь. Ну, как можно? Обычно обмениваются друг между другом. Какие оружия? Похожие, аналоги. А это, извините за мат, нихуя не аналоги. Это огнестрел и... И дубинка. Это бита. Это огнестрел и дубинка. Как они могут обмениваться друг между другом, я вообще не понимаю. Даже я такого вообще не помню. Ни в третьей части GTA-шек, ни в iCity, ни в San Andreas, я такого вообще не помню. Честному признаться, я вообще такого не помню. Все. Потушили вражину. Блин, ты раза четыре проиграл, народ. Это я позорник, конечно. Такая юбилейная серия ответственная, я блядь, про-про-ю-проигрываю. Вы понимаете, что я могу материться смело, когда происходят серьезные ситуации. И это капец. На самом деле. Спуститься в подвал. А там же стекло, надо его разбить. Ой, народ, что-то как это сложно. Я эту миссию не помню. А то мне это что-то уже начинает какой-то Alien Resurrection напоминать. Ха. Какие-то такие закрытые помещения. Слушай, 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 слушай. Бежим. Что, он не прячется? Тут еще враги. Думаю, есть какие-то. Наверное. А где они? А, они под низом, наверное. Или они не под низом, подождите. Да, они под низом, они обозначены треугольничком. Это даже во всех GTA-шек, когда враг находится наверху, треугольник вверх. А когда враг внизу, треугольник внизу. А когда враг на одном уровне, кружочек, а здесь это просто показывает врага. Крошь, нам нужно с вами спрыгнуть. И при этом аккуратно спрыгнуть. Но мы, скорее всего, с вами спалимся. И что делать? А, это стекло не пробивается. А, ну открыто. Вот же лестница. Че-то я туплю в натуре. В натуре че-то я туплю, реально. Короче, тут нам, походу, разработчик дает выбор. Как будем проходить? Ах, не стрельно? Экшонова или стелс? Поэтому он нам, скорее всего, наверное, поэтому и происходит такой, ну, нелепый обмен между дубинкой и дробовиком. Скорее всего, именно из-за этого. Скорее всего, именно из-за этого я так думаю. Так, тут мне уже начинается становиться страшно. Сейчас мы его убьем с этого. Сейчас мы его убьем с этого. Молодцы, блин. Они вообще даже не увидели. Но я не в курсе. По-моему, тут не всех еще убили. Или всех. Или может быть всех. Я не помню, честно. Я не помню, честно. Вот опять проседать стало. Ну, по-моему, на записи это проситки, они не особо заметны. На записи. А тут не знаю. Перезаряжаем наш. Короче, да. Нам, видимо, из-за этого такой нелепый выбор между оружием. Именно из-за этого, чтобы игрок сам выбрал, как эту миссию ему лучше пройти. Стелсом или экшеном. Скорее всего, наверное, поэтому такой выбор сделать. Я так думаю. Подъемник должен заработать. Так, давайте выбегаем. Но, как мне кажется, тут просто так выбежать не получится. Опять будут какие-то вражины, скорее всего, эти респаунятся. Тут и к гадалке, собственно, не ходи. Все, народ разобрался, я что-то как. Мы нажали рычаг, чтобы активировать подъемник. И, собственно, поднимаемся вверх. Да, поднимаемся вверх, блядь. Итак, попытка номер миллион. Надеюсь, на этот раз у нас все с вами балл. Давайте сразу дробаша возьмем, чтобы не рисковать. Что-то я откуда не знаю, откуда они появятся. Отсюда, что ли, откуда не появятся-то вообще. Все, отлично. Пошел ты, нахуй. Вот тут чуть-чуть оставалось до контрольной точки. Ёпую мать. Обидно. Реально обидно. Ну ладно, плохо контрольная точка есть. Поэтому. Ну тут чисто экшен. Тут выбор. Либо экшен, либо... Шутер. Давайте. Ну да, давайте. Пока не успеет говорить даже, долбоеб. Стреляет, блядь, долбоящер. Заколебал, блядь. Скотина, блядь. Тупорылая. Где пиздец? Где так сказать? Скотина. Два выстрела. Я возьму это. Пистолет. Тут спрятаться негде. Тут такое дебильное. Если... Помните позапрошлый... Позапрошлый эпизод, народ, помните? Там вообще везде были места, где спрятаться можно. Тут вообще места нету. Это просто капец какой-то. Реально капец, серьезно. Вообще места нету, где спрятаться. Это ужас какой-то. И что вы теперь делать-то мне прикажете? Показаны враги, их не видно. А. Хм. Ладно. Туда еще попасть нужно как-то. Они уже хотят мне представиться. Ну, им еще выстрела два, наверное, сделать. И все. Так, давайте, наверное... Может сюда стоит пройти? Так. А, точно, да. Сюда, наверное. Да, наверное, сюда. Да. Перезарядка. Ага, все, троиху делали. Отлично. Обезболивающее. Блин, сложные, сложные моменты. Тут и как бы спрятаться особо-то, блин. Не, вот места, конечно, уже появляются. И то он не садится. А, не, садится, садится. Видимо, это, может, я тупой, не знаю. Либо игра меня так подставляет. Либо я такой тупорылый. Хрен его знает. А может, и то, и то. Не суть. Главное, что мы прошли дальше. А, что делать дальше, непонятно. Что делать тогда? А. Я понял. Понял. А. И что? А. Опять подъем. Что ж такое? Одни подъемники. Это мне уже чем-то Динокризис 2 напоминает. Если честно, народ. Вот еще контрольная точка. Нормально, неплохо. Да ну, тут лучше, я считаю, выбрать все-таки огнестрел. А не. А не в ближайшем. Я так думаю. Это вообще какой-то Эллен, блядь. Непонятно. Какие-то эти помещения такие. Ага, вот. Все. Я не думаю, что мы сделали слишком много друзей. Ха-ха, я люблю тебя. Эти парни. Чего? Драбошан достаем. Сейчас зайдут. Сейчас зайдут. А мне прятаться негде. Ах ты скотина. И что? Их тут миллиард. Вы погляньте, их миллиард, блядь. Вы, вы серьезно? Вы, блядь, серьезно? Их миллиард стоит. Это, блядь, бесец какой-то. Так. Тут, получается, два пути у нас с вами. Я пошел по правому. Можно сейчас прыгнуть сюда. Давайте попробуем спрыгнуть сюда. Да? Да, вот так. Я не думаю, что мы сделали слишком много друзей. Ха-ха, я люблю тебя. Вот ты постоянно. Блин. И что делать? Блин. Их тут реально, вы гляньте, сколько их тут. Тут одна аптечка, блин. Их народ вообще куча просто. Тьма тьмущая, блин. Это капец. Народ, вы гляньте, просто вы посмотрите, сколько они вообще находятся. Вы гляньте, это же ужасно. Они с разных сторон будут выстреливать. Я не знаю, что делать, народ. Давайте их отвлечем от внимания. Вообще один стоит там близко, капец. А, тут закрыто даже. Даже закрыто, реально. И что делать? Тут их вообще скрыто невозможно убить. Тут их столько много, это ужасно. Так, убиваем так по очереди, нормально. Что они сюда не заходят вообще? Страшно. Вы знаете, как это страшно? Вроде бы ахрестерил есть. Вроде бы методы стрельбы есть. А что-то как-то страшно все равно. Тут вроде никто не стоит. Давайте потихоньку. Придется вот так вот, друзья, и проходить. Я, правда, не проходил эту миссию в свое время. Это для меня что-то новенькое. А, тут какие-то, видимо, еще внизу есть. Да, тут вот, смотрите, тут где-то внизу он еще есть. А, да, это внизу, народ. Это внизу, да. А, вот кто еще обезболивающий? А у нас, кстати, два обезболивающих. Ни в коем случае про них не забываем. Так, и, собственно, так. Куда нам передвигаться-то? И стоит прям перед нами. Капец. Ты что-то делаешь? Не бери его, отпусти. Мне не до него сейчас. Взял бы меня. Так, что делать-то? А вот мы раскрятаться. Отлично. Так, тут у нас с вами что-то есть. Ага, вон двое уже идут. Двое уже идут в нашем направлении. Капец. Сейчас они сюда зайдут, ужас. А, нет, заходи, закрыто. Никого не дома, нет. Никого не дома, долбоящий. Блин, мне уже страшно, народ, честно. Мне реально уже страшно. Капец, не страшно. Так, эти вроде остались внизу. Что? Кто стреляет? Кто стрельнул, пляха? А! Ни в коем случае нельзя меня убить. Все, я буду долго перепроходить потом. Ты ебланулся. Ни в коем случае меня убивать нельзя, да что? По крайней мере, до контрольной точки. Я потом не хочу перепроходить. Нет, спасибо, блин. Далеко. Далековатенько как-то стало. Так, вот еще тут враги какие-то есть. Вот, значит, один долбоящий. Ага. Отлично. Еще аптечка. Замечательно. Ужас. Какие-то непроходимые места вообще. Я даже боюсь их уже проходить с обычного пистолета. Это слишком слабое оружие. Для таких врагов, как и они. А, вы гляньте. Катсцена. Я умолкаю. Бля, хомуха. Катсцена. Катсцена. Неплохо прошли на самом деле. Многие даже легче миссии мы проходили даже на две звезды. Тут аж на три прошли. Вот такое вот, да, бывает. Сохраняем. Так. Пустое пространство. Подтвердить и сохранить. Все. Да, народ, честно вам признаюсь. Эпизод каким-то образом был похож на позапрошлый. Где мы в торговом центре там блуждали. Чисто перестреливались. Но тот был полегче. Тот был поменьше и полегче. И там были места, где можно откуда стрелять. А тут как-то все... Ну, тут тоже есть места, откуда стрелять. Но тут как-то все быстро происходит. Нужно быстро все это искать. Это не просто. Это эти вот краны. Эти подъемники я искал непонятные. Что-то куда подниматься, опускаться. Ужас. Вот это вот мне больше всего. И нам дали выбор, собственно, как проходить. Ну, тут, разумеется, лучше с отнестрелок. Потому что можно было со стелса. Возможно, долетали бы даже больше звезд. Но это сложнее намного. И больше времени бы заняло. Но главное, что мы прошли. Миссия довольно необычная. Какие-то эти доки непонятные. Что-то в этом роде. В общем, это был 10-й юбилейный эпизод. Я прошу прощения за то, что проигрывал. Так что я уже с вами прощаюсь. До следующего эпизода. До 11.00. Пока, Пашенди. Пасонячек. Всем до свидания. И увидимся в следующей серии. Успехов вам, удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok